здравствуйте дорогие друзья меня зовут антон агафонов и сегодня у меня в гостях необычный гость необычные я говорю потому что уже семь лет назад мы с ним снимали интервью это топ-лидер нашей компании мой друг сергей савич сергей привет привет антон привет дорогие друзья действительно семь лет назад было такое запоминающийся интервью она до сих пор у меня на канале у антона на канале есть можно посмотреть столько лет прошло а мы до сих пор работаем и очень интересная история до интервью снимали теперь вместе работаем когда-то вместе начинали надеюсь вместе закончим одной компании да да ну ты знаешь по моему все с кем я снимал интервью до сих пор занимаются сетевым бизнесом разумеется да да и времени еще прошло немного и снимал я людей выдающихся ну кроме за исключением там александра михалыча на мать и который к сожалению ушел из нашей жизни кстати это было первое интервью именно изменилось ли что-то за это время в твоем отношении к сетевой индустрии антон очень интересный вопрос в отношении к самой сетевой индустрии у меня ничего не изменилось я до сих пор также ее люблю и когда люди спрашивают тебе не надоело ну как можно доесть когда меняется все а вот сама сетевая индустрия очень сильно изменилась изменились продукты изменились технологии то на что раньше требовалось там годы чтобы выстроить сейчас можно сделать за полгода за год ушло очень много рутинных процессов и они автоматизируются самое приятное что мы сегодня как раз занимаемся тем о чем мечтал еще даже не те семь лет назад когда только пришел в индустрию потому что у меня всегда был в голове вопрос почему сетевикам надо продвигать какой-то конкретный продукт товары услугу потому что когда ты профессионально занимаешься сетевым маркетингом что ты только не делаешь ты вывозишь людей то соответственно гостиницы самолеты автобусы расхода ты меняешь имидж людей это одежда да ты помогаешь людям восстановить здоровье это все продукты по здоровью то есть огромное количество путешествовать лучше путешествовать да то есть места какие-то красивые постоянно компания вывозит да и на все это идут расходы а ты с этого дохода не получаешь технику тоже покупаем да то есть тетевики всегда используешь мне как-то извини перебью тебя у меня как-то была попытка оптимизировать это я договорился с одной турфирмой они должны были мне дать небольшой процентик в итоге кинули ничего не заплатили но вот так и бывает и и даже если кто-то платит вопрос не в том ты-то может быть заработать что говорится в этом же участвует команда очень много людей с разных городов и структур и всегда был вопрос почему не сделать так чтобы люди со всего этого получали доход и сейчас пожалуйста прошло 20 лет и все это есть есть такая возможность то что когда-то было мечтами сейчас это реальность в которой мы живем я не помню в каком маркетинг плане ты работал вот 7 лет назад это тоже бинар это была компания к санга это был не бинар это было юни левел классический не лыла а вот изменилось ли твое отношение к бинару был ли ты его противником потому что я помню вот я приглашал тогда разных экспертов свою передачу кто-то право вот выступал категорически против кто-то говорил почему бы и нет да но кто-то работал в бинарах уже но бинар в том виде в каком они появились на рынке это было самое невыгодное для дистрибьюторов систем вознаграждения она позволяла быстро стартовать но потом с глубины человек ничего не получал потому что ты как хочешь крути при больших структурах примерно 80 процентов оборота всегда в одной ветке и соответственно для компании это было самое выгодное сейчас бинары поменялись технологии поменялись и есть бинарный маркетинг планы которые живут уже более 20-30 лет к вопросу да что это недолговечно и люди по-прежнему там зарабатывают десятки тысяч долларов а сейчас бинара в чистом виде уже давно нет есть комбинированный маркетинг где соединяется мощь бинара это когда быстро человек может выходить на доход и при этом линейный маркетинг где каждый кто строит свою личную структуру имеет дополнительные выгоды в нашем например случае даже заложено матчинг бонус с самого начала это очень сильная вещь потому что ну всегда либо туши ширину лепишь как в классическом маркетинге ширина это деньги до глубина это стабильность но если увлечешься шириной не будет глубины увлечешься глубиной будет меньше доход здесь можно и то и другое соединять причем с первых шагов не обязательно добиваться супер квалификации чтобы брать матчинги вот это очень сильная вещь который позволяет людям вкладываться в людей когда соединяется мощь бинара в плане построения команды и классика когда ты формируешься команда это вообще идеально за это время ты поменял свою роль и побывал в шкуре и совладельцы компании там члена администрации вот как тебе этот опыт глазами дистрибьюторство и все что все-таки тебе больше нравится где комфортнее я вспоминаю в компании xan где я работал до этого был один из дистрибьюторов который до этого был владельцем компании и основателя оксанга работали у него дистрибьюторами я просто с ним очень много общался он говорит вот сейчас я кайфую когда ты возглавляешь компанию тебя вечно какие-то головники а когда ты дистрибьютор ты и зарабатываешь хорошо иногда дистрибьютор кстати зарабатывать даже больше чем с владельцем компании момент да и при этом ты избавляешься вот это от этих головников поэтому мне нравится то чем я занимаюсь это работать с людьми формировать сеть и как раз рутинные процессы с логистикой все что связано с финансами компании мне не хотелось бы этим заниматься и когда есть такая возможность это прекрасно ты занимаешься сетевым бизнесом уже очень давно тебя по-прежнему это мотивирует тебе по-прежнему это интересно как не потерять этот азарт что тебя сегодня зажигает но меня что тогда зажигала что сейчас зажигает это люди самое прикольное это когда люди на твоих глазах из может быть неуверенного человека до превращаются в человека который сначала появляется вера потом он выступает со сцены потом за ним большая команда и большие чеки то есть человека у которого в голове может быть там 500 долларов было много через некоторое время 50 тысяч это это нормально до долларов вот этот процесс мне больше всего нравится поэтому меня и цели такие там вырастить не смогут заработать а вырастить 70 долларов миллионеров а потому что это вот то что самое прикольное в этом бизнесе так как люди меняются так как технологии меняются это не рутинная работа поэтому если ты это делаешь с удовольствием как она может как путешествие тебе не надоело путешествовать ну страны же разные места разные также а люди это космос вообще не то что страна кстати прошло семь лет когда было проще приглашать людей в сетевую индустрию сейчас или тогда когда они реагировали лучше я думаю все таки сейчас люди реагируют лучше потому что тогда был достаточно сильно испорчен рынок первой компании которая зашла в страну не очень правильно сейчас отношение к сетевому маркетингу очень сильно меняется потому что практически все известные люди говорят что это одна из лучших индустрий которая позволяет наиболее просто и комфортно стартовать человеку каждый имеешь виду и роберт кийосаки и дональда трампа там да и оран баффет имеет в пакете в своем до самый богатый человек на планете если вкладывать деньги в сетевой маркетинг ну наверное надо быть глупым человеком чтобы говорить что это что-то несерьезное поэтому и сейчас так как информационное пространство стало более широко я например когда пришел в индустрию млм то есть про млм не было ни книг нашей стране ничего практически да сейчас об этом не говорит только ленивый сейчас даже крупнейшие корпорации возьми аэрофлот сбербанк даже убер поднялся на чем на рекомендациях да то есть те крупнейшие корпорации идут через рекомендации берут в том или ином виде элементы сетевого маркетинга поэтому это очень мощная индустрия я думаю что именно за ней будущее я тебе семь лет назад задал вопрос сейчас тоже задам правда сейчас она будет уже звучать так смешно про интернет наверно переформулирую скажи сейчас без интернета вообще можно построить структуру или уже нет можно на небольшую они от собрать 10-20 человек или потратить 5-10 лет как вот сетевики старого формата до работали 5-10 лет для того чтобы вот выстроить большую сеть более того во многих компаниях до сих пор говорят свыкнись смысле что надо 5-10 лет пахать чтобы что-то выстроить например в той же ксанга компании да то есть свой первый миллион заработал менее чем за два года долларов и без интернета это невозможно интернет позволяет мне находясь в одном городе работать хоть с десятком городов или стран и это офигенная штука потому что раньше чтобы запустить город обязательно нужно было туда ехать сейчас вот ты видишь у нас появляется очень много ребят с разных городов которые запустились благодаря интернету это и компании хорошо дистрибьютором хорошо и новичкам хорошо бизнес стал более комфортно не требует таких огромных усилий как раньше что в принципе заработать раньше чтобы выйти на доход на примерно 100 150 тысяч рублей ну человеку надо было прям вот реально попахать сейчас у нас мамочки в декрете до сидя с ребенком тратя несколько часов опять используя интернет спокойно развивает бизнес и зарабатывают эти деньги иногда больше чем мужья которые работают с утра до вечера если позволишь задам тебе вопрос по поводу ксанга и вот того что произошло потом потому что такой опыт которого ни у кого нет пожалуй у тебя были огромные структуры без преувеличения огромное там доходы больше миллиона долларов в год какие ошибки потом допустил ты или компания куда все это подевалась да вот скорее не я я в принципе сделать ничего не мог потому что компания приняла решение уйти с рынка так как у тебя большая часть товарооборота в этом рынке несмотря то что у меня 25 стран было от японии до соединенных штатов меня дистрибьютор в соединенных штатах до сих пор работают японии тоже до сих пор работают сама компания ушла с рынка потому что ну тогда скаканул продукт в 2 за счет ку роста курса доллара практически в два раза начались трудности там соединенным штатам на плене на политическом уровне и компания просто приняла решение уйти с рынка это считаю был не очень хорошее решение и она отразилась потом на всей компании не в лучшую сторону да но вот как раз это показывает что в принципе мы ничего не застрахованы на рынке да и что нужен бизнес такой который более вот устойчивый не зависит от конъюнктуры вот та модель которую например мы сейчас развиваем да то есть там все что угодно может происходить потом мы не привязаны сильно к стране как валюте еще к чему-то то есть потому что товар оборот делают магазины люди в них и так ходят почему uber тот же да то есть интернет компания как ее только не давили какие только судебные процессы не шли пытались закрывать на государственном уровне бесполезно это как интернет закрывать это бесполезно и я думаю что следующая волна когда там более широко развернется рынок криптовалюты цифровых денег это будет вообще невозможно и вот сейчас модель бизнеса которую используем мы и вообще куда идет сетевой маркетинг это вот совершенно другая система потребления потому что на сегодняшний день не проблема что-то произвести в мире любой продукт ты только тут что-то придумал гениально китайцы это уже делают да проблема это изобретение довести до людей все кто работает на рынке продвижения продукта именно из уст уста будет всегда выигрывать потому что лучше чем клиент довольный продукт не продаст никто в сетевом маркетинге это заложено в днк то есть нету довольного клиента нету бизнеса если бы вот в тот момент когда разрушилась к санга уже был бы ввп ты бы многих смог сюда привезти да наверное всех я на самом деле после ксанга пошел как раз в компанию которую тоже обещала сделать нечто подобное что ввп и на эту идею пришло очень много людей проблема была в том что президент оказался не очень чист на руку скажем так не будем углубляться деньги были собраны а сервис не запущен а вот почему для меня как бальзам на душу компания ввп потому что здесь сперва сделали продукт сперва все работало уже были магазины уже готовы бизнес и только после этого дали возможность формировать сеть формировать клиентский рынок то есть компания по сути дела вышла на рынок уже с готовым работающим бизнесом то есть несмотря на то что это был стартап на тот момент да а бизнес уже работал он ничего не зависел поменялась компания но идея не поменялась то есть то что если бы люди ну чуть-чуть терпения набрались и шли не просто там срубить денег да или там в какой-то идее поучаствовать а именно ее развивали и двигали они бы спокойно просто как с командой перешли продолжали дальше зарабатывать просто уже с работающим бизнесом мне кстати очень жалко ребят которых не хватило терпения которые разочаровались в самой индустрии попав в какую-нибудь не очень потому что они у них уже были результаты да тем более у них уже были результаты в они пошли куда-то там либо вернулись к традиционному бизнесу либо устроились на работу если бы у них было терпение они продолжали то есть они бы сейчас сегодня были с очень очень хорошими чеками и причем это только начало потому что на сегодняшний день в компании во всей дистрибьюторов там в три раза меньше чем ксанга была там структура да представляешь когда это выйдет хотя бы даже на такой же уровень а уже сейчас в компании чеки больше чем были в ксанга соответственно фантастические перспективы и возможно сегодня этот интервью кто-то посмотрит может быть вернется может быть заинтересуется и получит то ради чем приходил сетевой маркетинг о чем мечтал потому что сейчас это все работает да конечно я напишу прямо под видео твои контакты так что можете написать связаться сергей найдут меня очень легко найти хорошо в любой соцсети послушай сереж вот ты точно так же как и я очень хорошо знаешь филиппа филипп рабе яра это президент компании win win people capital почему ты доверяешь этому человеку почему ты идешь за ним но дело в том что с филиппом я знаком так же как это очень давно но проработал намного больше до свой первый миллион долларов я заработал с ним и я знаю как функционирует этот человек более того я в свое время и пошел в его команду потому что он один из немногих французов когда не было бизнеса не побоялся потерять структуру и честно стало ребята бизнеса нет поэтому я ухожу из команды что я буду делать не знаю это человек всегда честно и открыто если что-то есть он говорит если что-то хорошее говорит что-то плохое тоже говорит поэтому я люблю работать с людьми которые предсказуемы это первое качество филиппа второе его качество которого не хватает очень многим людям это умение идти до конца очень многие люди при трудностях сливаются это человек который не сливается он последователен он грамотен умеет идти до конца и это очень большой фундамент для самой компании а если наложить туда его опыт огромное количество людей которых он сделал миллионерами причем опыт как сетевой так и опыт традиционного бизнеса потому что уже в компании meridian international group где мы собственно с ним работали да он уже входил совет директоров и представлял компанию на рынке и поварился в этой кухне он знает все подводные камни и этого мира уже почти 20-летний у него опыт работы именно в администрации сетевых компаний абсолютно верно то есть он видел все и как дистрибьютор и как администрация потому что очень много часто бывает сетевики открывают свою компанию у них абсолютно нету опыта административной работы можно говорить что 90 процентной вероятности эта компания накроется здесь вот этот 20-летний опыт подвел его к тому что он созрел для создания своего бизнеса и более того ну мы сейчас все уже в таком возрасте когда не хочется играться когда хочется что-то построить серьезное основательное тем более когда он только начал рассказывать что за компания что за продукты и тогда еще ничего не было по большому счету это больше идеи были да но это идея которая в принципе уже в голове если и когда вот она уже реализована нужно просто теперь развить только глупый человек может отказаться мне в принципе я всегда выбирал компания не для того чтобы там срубить денег да то есть в которой можно строить надолго потому что моя цель в принципе прихода в сетевой маркетинг не заработок было а построение пассивного дохода и для этого нужна мощная компания то у меня даже вот критерий когда в ксанга пришел почему именно в ксанга пришел был критерий не заходить в компании моложе пяти лет потому что по статистике 90 процентов молодых компаний вот которая за срок от одного до пяти лет они закрываются становятся банкротами как как бы хорошо не стартовали копнем эту тему смотри для многих людей со стороны которые смотрят но таких сетевиков старой школы нет продукта физического до для них это сразу уже просто все вообще да какие-то там опционы до продают ну в общем вот виртуальный этот мир продукт для них это страшное дело до страшная тема и у них складывается впечатление что это действительно хайп какой-то да то есть ребята собрались собрать денег хорошая тема по поводу хайпа но пусть они вложат несколько миллионов разработку софта и хотя бы один бренд привлекут который есть у нас на платформе хуже десятки хотя бы один я сейчас веду с очень крупными компаниями переговоры и вот ближайшее время нас еще на платформе надеюсь поля 2600 магазинов до 2600 магазинов пусть хотя бы один привлекут и тогда они поймут что такой хайп не хоть но даже если был хоть он уже закончился бы еще год назад да как нам говорили через год вы закроетесь да хорошо через год мы не закрылись дальше что через год еще закройтесь у нас через год пришел партнер финам банк но даже не банк это скорее целая финансовая группа до с товарооборотом полтора триллиона долларов ребята это ну примерно в два раза больше чем вся сетевая индустрия в мире взятая но какой хайп как о чем говорить никогда в жизни ни одной сетевой компании рапорта поправлю тебе пять раз 200 миллиардов долларов оборот индустрии просто говорят что 700 поэтому уже кто-то 700 нет ни кто-то это из статистики ассоциации прямых продаж просто президент компании xango с которыми очень хорошо дружил он возглавлял ассоциацию прямых продаж и все цифры по статистике что происходит в индустрии очень хорошо знаю даже в полтора в два раза но это все сетевые компании все это одна финансовая группа которая работает в принципе то практически только на нашем рынке и конечно когда такие партнеры приходят прежде чем с какой-то компании начать сотрудничать хоть как хоть немножко то есть они вы проверили доли поперек потому что для таких компаний самое важное это их репутация то что происходит сейчас внутри в компании да то есть это уже даже не стартап это процессы крупной корпорации обычно компания к таким вещам приходит там через пять-десять лет когда хотят выйти на биржу да потому что это уже требуем бирже нас пока никто не требует но филипп ты сам знаешь ты в совете директоров все руководство уже сейчас эти процессы делать ни один хайп столько денег не стал бы на это вообще тратить но вернемся теперь к самому продукту виртуальный продукт до прошлом году в китае появилось около 100 миллиардеров новых 99 процентов из них это люди которые сделали состояние на виртуальных продуктов если вы хотите много работать и мало получать пожалуйста физический продукт требует очень больших капиталовложений но когда ты их только закончил только сделать технологии двинулись дальше и и вот все что ты делал на помойку отрабатываться должно 10-20 лет кстати это очень сильно тормозит на сегодняшний день прогресс в мире очень много изобретений которые могли бы реализоваться наша жизнь будет качество в принципе поменялось не реализовывается только потому что кто-то вложил деньги в какие-то технологии которые надо хотя бы отбить тот бизнес который мы делаем он позволяет вот таким разработкам не ждать годами когда кто-то отобьет деньги запускаться быстро поэтому мы не только зарабатываем деньги закладываем фундамент мы еще немножко в лучшую сторону меняем экономику в мире и жизнь людей в том числе вот потому что люди будут благодаря этой концепции выбирать не то что им навязали магазин или кто-то да то что им реально нравится и они это рекомендуют а платформа позволит это с легкостью продвигать сереж как ты думаешь через семь лет когда мы с тобой увидимся ты все еще будешь сетевом конечно я буду все еще в сетевом может быть не так много работать а вот потому что структуру уже будет построена и она будет международной и цель которая у меня есть будет выполнена вот сейчас очень много еще так как с нуля построишь приходится опять ездить по регионам и так далее да это будут делать уже наши команды в разных городах стран сделаю ставку наверное мы будем говорить про роботов-дистрибьюторов роботы-дистрибьюторы уже сейчас есть они друг друга рекрутируют кстати я не знаю бота в телеграме тирса я не знаю факт это или миф когда фейсбук запустил роботов но ботов своих а у них очень мощная система через некоторое время они вынуждены были отключить всех ботов потому что боты между собой друг с другом начали общаться на непонятном языке очень интересно да так что боты это все хорошо но вот и никогда не заменят живое человеческое общение и чем больше мы уходим в интернет чем больше люди получают возможность общаться через соцсети со всем миром тем больше не хватает вот такого вот как мы сейчас тобой сидим человеческого общения мы же могли тоже там через skype пообщаться и так далее но это все не то почему вот сейчас мы с тобой только вернулись проводили загородный семинар люди приезжают с него прежнему кайфу и кайфу и телеги этого именно живого общения не хватает и это то что дает сетевой маркетинг вот поэтому скоро будет не проблема что-то произвести и или какие-то технологии запустить но людям будет не хватать живого общения и вот сетевой он дает две вещи он дает возможность и потребление развивать но при этом сохранить общение и оставаться людям людьми вот вот это самое главное чтобы ценности люди про главные человеческие ценности не забывали ну что давай тогда на этой хорошей ноте как раз таки закончим ребята общайтесь вживую вот и надеюсь что мы с тобой тоже встретимся через семь лет или еще через какое-то время и запишем еще одно интервью антон с огромным удовольствием я думаю мы с тобой запишем очень много интервью с нашими командами а в течение семи лет мы просто будем встречаться в разных городах странах островах и океанах потому что только на этот год ты знаешь у нас запланировано очень очень много да вот через несколько дней уже в италии спасибо за интервью да